А если брать наши команды в Лиге Европы завтра, потому что завтра четыре наших команды играют, и честно тебе скажу, у меня нет, ну, может быть, Локомотив, более-менее есть некая уверенность, что дома-то обыграют Аполлон. В остальных случаях, да даже с Локомотивом нет такой уверенности, что всё будет очень хорошо. Если честно, я думаю, что единственная команда, которая не пройдёт дальше, это Ростов. Не пройдёт, а три остальные пройдут. Да, даже Краснодар. Объясни. Ну, во-первых, динамовцы только начинают сезон, и время от времени с ними случаются такие истории, и ничего страшного в том, чтобы тяжело проходить в Лигу Европы, всё-таки нет, мне кажется, поэтому даже несмотря на то, что они сыграли в ничью дома 2-2, любая победа в гостях, тем более против команды, которая уступает им в классе, всё-таки надо это признать. Она выведет их в групповой этап. Поэтому здесь для динамовцев, как мне кажется, нет никакой разницы, где играть, дома или в гостях. Набор исполнителей позволяет действовать с позиции силы на любом стадионе. Что касается Локомотива, то, во-первых, игра дома, во-вторых, опять же, команда превосходит своего соперника во всех отношениях, и здесь у меня вообще нет никаких сомнений. Даже учитывая, что Леонид Кучук особо не ротирует состав и особо не блещет каким-то творческим подходом к игре, всё равно Локомотив должен, ну, скажем, додавить своего соперника, потому что и в игре, на самом деле, на Кипре они тоже должны были это делать. Просто так иногда случается. Но у Локомотива, я бы даже сказал, в большей степени, чем у Динамо, просматриваются слабые стороны, потому что Локомотив после того, как с ними что-то происходит, внезапное, ну, что бы ни было, любая мелочь, которая выбивает из колеи, они сразу же превращаются в каких-то беспомощных юнцов, а не опытных футболистов. Матч с Ростовом я часто вспоминаю, в этом эфире в том числе, когда они вели 2-0, пенальти и удаление настолько выбивает команду из колеи, и что они потом оставшиеся 20 минут, как бы, не знаю, не похожи сами на себя. То же самое, кстати, было в игре на Кипре. Но это домашняя игра, это совсем другая история, и, помимо всего прочего, у Аполлона нет такого еврокубкового опыта, какой есть у футболистов Локомотива. Трабзонспор против Ростова. Да, Ростов играет у себя дома, но у Трабзонспора очень опытный состав, очень сильные футболисты, возрастные, но очень сильные, способные просто на опыте сыграть в тот результат, который им необходим, особо не задумываясь. И еще одна команда, это Краснодар. Да, против Соседара. Краснодар играет завтра против Реал Соседара. Мне кажется, что Реал все-таки немножко не тот, каким он был в прошлом сезоне и в позапрошлом сезоне. И учитывая, на каком лихом коне сейчас находится Краснодар, плюс сумасшедшая поддержка зрителей. Я вот неделю назад, даже уже полторы недели назад был в Краснодаре, на матче пускай даже Кубани, но все равно все говорят только о матче противостояния с Соседаром. Судьбоносная история. Будет почти, я уверен, полный стадион. И это скажется на итоговом результате в пользу Краснодара. Это мое мнение. Мы не можем поставить.